Закон о занятости Выходит, как говорится, некрасиво для того человека, который пытается обмануть Значит, у нас вот процедура такая Когда гражданин приходит на регистрацию Идет сверка с налоговой инспекцией И идет сверка с пенсионным фондом С отделом персонифицированного учета И как бы не скрывали люди, что они работали Это все выявляется Значит, или через базу налоговой инспекции мы это увидим Либо мы ведем через базу персучета При регистрации, когда мы выявляем такие факты Значит, мы смотрим, сколько человек стоял у нас на учете В какой период высчитывается материальный ущерб И потом, когда мы гражданину говорим Что вот мы в такой-то период у нас состояли на учете И в этот же период вы где-то подрабатывали Конечно, для человека это шок Мы понимаем, что может быть он по незнанию Но скорее всего, что есть такие категории граждан Которые это умышленно делали Все это выявляется в процессе нашей проверки Либо человек выходит на пенсию Предъявляет несколько трудовых книжек Предъявляет договора личного найма Бухгалтера предприятия Все сдают в пенсионный фонд для учета И все это мы выявляем И человеку приходится платить Не скрою, очень большие суммы В прошлом году у нас было 83 такие гражданины Которые попались вот на это Да, которые нас обманули Суммы приличные Есть суммы до 7-5 тысяч рублей И в этом году уже 54 человека Выявлено уже 54 человека Поэтому те граждане, которые пытаются скрыть Или думают, что если они работали По договору личного найма И нигде это не вскрывается Вот я хотела бы обратить внимание Все граждан республики Что нельзя этого делать Если вы работаете, оформляете Какие-то трудовые отношения Допустим, вы работаете по договору Все это бухгалтерия сдает В отдел персучета Поэтому все как на ладошке Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому